Если вы стоите перед выбором, какой iPhone купить в 2024 году, то я думаю, вы открыли это видео не зря. На эту тему и поговорим. Буду рад, если поддержите видео пальцем вверх, и это очень важно. Огромное вам за это спасибо. Также подписывайтесь на канал, и обоих видео есть в Телеграме, ссылка на которые в описании. Первый вопрос касается таймингов. Это видео вышло 16 января 2024 года. Если вы смотрите его с января по май, то информация является актуальной. Но если вы смотрите это видео уже летом 2024 года, где-то с июля, то стоит подождать, потому что в сентябре выйдет новое поколение iPhone, 16 серия. И соответственно все остальные подешевеют, ну и мало ли вдруг вы захотите именно 16 iPhone купить. Поэтому начиная с июля, действительно подождите. Далее точка входа в мир iPhone. Объясню, что имею в виду. Если мы посмотрим на список устройств, которые поддерживают iOS 17, последнюю систему на данный момент, то сами можете видеть, какое здесь количество iPhone. Это очень много. И какой из них выбрать, непонятно. Поэтому если у вас никогда не было iPhone, или вы думаете о переходе, например, с iPhone 8 на что-то новое, то рассматривайте покупки минимум iPhone 12 серии. Объясняется это очень просто. 12 серия имеет современный дизайн, который похож на текущее устройство Apple. Плюс там отличное железо, а именно 6 гигов оперативы и процессор A14 Bionic, который стоит еще в некоторых устройствах Apple. Плюс 12 серия имеет поддержку последних версий iOS, и она там не обрезанная. И поддержка систем будет еще несколько лет. Поэтому начиная с 12 iPhone, можно рассматривать в покупке какие-то устройства. С дальнейшим подбором iPhone для 2024 года нам поможет e-каталог. Потому что там есть и цены, и магазины, и характеристики, и вся необходимая информация. Так вот, если на e-каталоге мы посмотрим, то 13 серия и 12 серия имеют список похожих устройств. Это 13 и 12 мини, обычные 13 и 12, и Pro и Pro Max версии. Так вот, нужно определиться с форматом устройства. На мой взгляд, 12 мини и 13 мини я бы не брал в 2024 году. Потому что сейчас важен контент, важны игры, важна информация, которую вы потребляете в первую очередь с вашего телефона. С большим дисплеем это, понятно, делает легче. Но если вы рассматриваете именно маленькое устройство, на вашем месте я бы покупал именно 12 мини. Потому что он стоит дешевле, и там железо не так сильно отличается, чтобы переплачивать за 13 мини. Даже если мы добавим 12 мини в сравнение, и сравним с 13, вы можете видеть, какая тут разница в цене. То есть, 12 мини сейчас на порядок, буквально в два раза дешевле, чем 13 мини. А по характеристикам вы можете видеть, что все плюс-минус одинаково, устройство действительно похоже. Но динамика цен, она всегда была ровная. То есть, 13 мини всегда стоил больше. Поэтому, если вам нужен маленький телефон, то именно 12 мини я бы взял. Даже SE бы не брал, а именно 12 мини с последним дизайном, с экраном на всю переднюю панель. Это тот самый идеальный SE. Но это только в случае, если вам нужно маленькое устройство. Далее в списке устройств мы можем видеть, что есть обычные айфоны просто с цифрой или с надписью плюс. То есть, это обычные версии, которые дешевле, чем Pro и Pro Max. Их бы я тоже не рассматривал, потому что они стоят примерно как прошки прошлых поколений, но они имеют меньшей функции. Для сравнения посмотрим на айфон 12. То есть, вот у нас обычный 12, и мы его сравниваем с 12 Pro. Дисплеи тут по диагонали одинаковые, но разница состоит в блоке камер, в целом в исполнении корпуса. И поверьте, это повлияет на ощущения от устройства. Разница в цене здесь действительно минимальная. Вы сами можете видеть, откуда начинается 12 и откуда начинается 12 Pro. Тут разница буквально в 100 долларов. Но переплатив сотку абсолютно в разных поколениях айфон и купив Pro или Pro Max версию, вы получите больше функций, современный дизайн и все последние технологии, которые Apple добавляет именно в Pro линейки iPhone. Поэтому, на мой взгляд, лучше рассматривать именно Pro и Pro Max. Там вы получите максимально все и не будете ограничены ни в каких последних фишках, которые появляются каждый год. Думаю, с этим определились. В 2024 году лучше выбрать Pro или Pro Max, чтобы получить все последние фишки, большой дисплей для контента и получить лучший опыт эксплуатации. Теперь о конкретном устройстве. Я покажу на примере Pro Max версии, потому что Pro и Pro Max, они в целом похожи, отличаются только диагональ устройства. Какой iPhone лучше конкретно выбрать? Если вы рассматриваете Pro, вы можете перейти по ссылке в описании, добавить в сравнение Pro версии. И так вы тоже поймете, какой iPhone для вас будет лучше. Перед вами Pro Max, начиная от 15 серии и заканчивая 12 серии. Первый вопрос, который встает, это вопрос стоимости. Здесь мы видим, цена действительно сильно отличается. То есть, 15 Pro Max стоит намного дороже, чем тот же 14 Pro Max. Поэтому, если вы располагаете деньгами, лучше всегда идти к самой топовой версии, чтобы получить все актуальное на данную минуту. Но если у вас денег не так много, то стоит посмотреть на 12 Pro Max и 13 Pro Max. И тут сразу есть одно но. Если мы посмотрим на стоимость, то 13 Pro Max и 12 Pro Max стоят примерно одинаково. Разница не такая большая. На 13 Pro Max у нас 55 предложений даст ей каталог, а на 12 Pro Max всего лишь 33. 12 Pro Max уже давным-давно не производится. То есть, найти новое устройство, запечатанное, достаточно сложно. Скорее всего, это будут какие-то бэушные, восстановленные варианты. Возможно, с новым корпусом, с замененными батареями. И плюс, если мы посмотрим чуть ниже в дисплей, то 12 Pro Max имеет 60 Гц частоту обновления. Это мало в 2024 году. Если вы один раз попользуетесь устройством, где 120 Гц обновления дисплея, то вы просто не захотите вернуться обратно на 60 Гц. Поэтому, из-за небольшой разницы в стоимости, из-за того, что новое запечатанное устройство сложно найти, и там дисплей 60 Гц, 12 Pro Max я сразу убираю из данного списка. У нас остается только 15, 14 и 13 Pro Max. Дисплей этих устройств действительно похожий. Тут одинаковые диагонали. Единственное, что в 15 серии iPhone сделали чуть тоньше рамки. То есть, у вас на 90% больше соотношения дисплей к корпусу. Еще одна разница состоит в том, что на 14 и 15 линейке появился динамический остров. А на 13 Pro Max та самая челка. На мой взгляд, динамический остров интереснее, потому что он вам отображает некоторые функции, некоторые фишки там показываются, и iOS так как бы интегрировано больше. То есть, дает лучший опыт использования. Поэтому на вашем месте я бы выбрал 14 Pro Max. Он не сильно отличается от 15 Pro Max по функциям, имеет тот же самый динамический остров, но в нем те же камеры топовые, чем в 13 Pro Max. А разница в цене тут действительно небольшая, если вы покупаете новое устройство того или того поколения. Идем дальше. Поговорим о аппаратной части. Это процессор, оперативная память и встроенная память. Процессор в iPhone это не совсем то, что стоит обсуждать. Потому что неважно, 13 Pro Max это или 15 Pro Max, у вас телефон будет работать одинаково стабильно. Вы не будете ощущать какой-то дискомфорт, используя 13 Pro Max. И не будете ощущать каких-то больших преимуществ, используя 15 Pro Max. То есть, системы летают, что на том процессоре. 8 гигабайт оперативной памяти у нас в 15 Pro Max, а в прошлых поколениях было по 6. Это сказывается на играх и на оптимизации системы. То есть, чем больше оперативной памяти, тем легче устройству работать. Это понятно. Но даже на 6 гигах последняя iOS будет работать идеально на прошлых поколениях iPhone. Классное преимущество 15 Pro Max, что в базе, в самой дешевой версии, идет 256 гигабайт встроенной памяти. То есть, в два раза больше в сравнении с прошлыми поколениями iPhone. И при этом, 15 Pro Max стоит примерно такую же стоимость, что и 14 Pro Max стоил, когда он был новый. Поэтому за большую оперативную память и большую встроенную память, 1 балл заслуженно идет к 15 Pro Max. Далее камеры. И тут все отличия в основном объективе. В 13 Pro Max он 12-мегапиксельный, а в 14 Pro Max 48-мегапиксельный. То есть, вы получите лучшее качество фотографий. Камеры 15 Pro Max и 14 Pro Max они похожи. Единственное отличие заключается в том, что если на 15 Pro Max вы зайдете в камеру, и у вас есть увеличение в 5 раз без потери качества. На 14 Pro Max это в 3 раза. Но такую переплату, согласитесь, это не стоит. В основном, камеры действительно похожи, но 13 Pro Max я бы не брал. Чисто из-за того, что тут 12-мегапиксельный основной объектив. Все-таки 48 мегапикселей, поверьте, вам сыграют роль. Если вы часто делаете фотографии, вы оцените, насколько они качественные. Поэтому из-за стоимости и похожих камер, 14 Pro Max получает 1 балл. Фронтальные камеры можно пропустить, потому что 3 устройства похожи. Мы спускаемся в порты подключения. Там у нас в 14-й и 13-й серии был Lightning. А в 15 Pro Max появился USB Type-C. Но стоит ли переплачивать, чтобы получить тоже USB Type-C? Если мы посмотрим на тот iPhone, который использую я, лично мой опыт использования. Единственное преимущество, которое я там нашел, что вы можете подключить зарядку Apple Watch или AirPods и зарядить от вашего iPhone, часы или ваши наушники. Ну и, наверное, еще один плюс, это что кабель, который идет в коробке, с двух сторон USB Type-C. То есть проще подключать к зарядке и к iPhone именно этот провод. Это и все отличия. Но, на мой взгляд, это не стоит. Разница 250 долларов. Поэтому я бы взял 14 Pro Max, а на разницу купил бы какие-нибудь AirPods. 13 Pro Max я бы не рассматривал, просто потому что 14 Pro Max новее. И разница в цене действительно небольшая. Следующая разница касается батареи. В 15 Pro Max самая большая батарейка, которая есть в Pro Max серии. В прошках, соответственно, тоже батарея больше, чем в прошлых поколениях iPhone. Плюс на 15 серии появились такие фичи, которые позволят точнее работать с вашим аккумулятором. А именно, если вы зайдете в настройки основные, то тут внизу, в информации об устройстве, вы увидите количество циклов, которые уже намотались на батареи вашего iPhone 15 Pro Max. Плюс тут же в настройках аккумулятора у вас больше опций для сохранения процента состояния. То есть у вас разные типы зарядки. Или до 80%, или просто включение оптимизированный. На прошлых поколениях iPhone таких настроек не было. И, соответственно, батарейки там меньше. Поэтому один балл, я думаю, заслуженно идет 15 Pro Max. Еще одно отличие 15 Pro Max, что он легче примерно на 20 грамм, чем в прошлых поколениях iPhone. Но это вкусовщина. Кому-то нравятся устройства тяжелые, кому-то легкие, при этом большие. Поэтому тут на вкус и цвет. За это баллы, думаю, давать не стоит. Последнее, что предлагает Е-каталог, это динамику цены. Это крутой график, который показывает, как менялась цена. Мы видим график 13 Pro Max, потом у нас вышел 14, гляньте на различия стоимости. И сейчас вот вышли 15 Pro Max. На данную минуту разница между 13 и 14 чуть меньше, чем между 14 и 15. Поэтому, исходя из графика и исходя из баллов, которые мы ставили в сравнении, именно 14 Pro Max это отличный вариант, который сейчас можно приобрести. Вы покупаете устройство, которое в руках ощущается премиально, которое имеет последний дизайн, имеет динамический остров, который является фишкой iOS на данную минуту, и большой дисплей для контента. Плюс приправлено это все крутыми камерами, которые будут делать для вас крутые фотографии в 48 мегапикселях. Поэтому, если вы задумываетесь о покупке айфона сейчас, то 14 Pro Max стоит купить в 24 году, вот на данную минуту, когда вышло это видео. Другой вопрос, если денег недостаточно, то, конечно, спокойно точно так же можно купить и 13 Pro Max. Это отличный телефон, который тоже даст вам море крутых эмоций. В комментариях можете написать, какой айфон, по вашему мнению, является крутым в 24 году. Мы рассмотрели факторы из сравнения устройств, и по этим факторам, конечно, 14 Pro Max король данного видео. На этом все, буду рад пообщаться с вами в комментариях. Также, если вы поддержите видео пальцем вверх, подпишитесь на канал. Спасибо за просмотр. Пока!